Движение антигептил Сегодня мы услышали трагическую новость об очередной аварии Протона. Конечно же, слава Богу, что есть информация, что Протон упал на территории Российской Федерации, а не на территории Казахстана. Но все равно это нам никакой радости не дает, потому что мы не хотели прогнозировать, но мы сколько раз говорили о том, что трагедия неизбежна, что Протон – это самая опасная, рисковая такая ракета. И мы боялись, и мы не хотели, чтобы этого случилось. Но, к сожалению, наши все действия уже, как бы сказать, власть наша не реагировала. Им легче нас арестовывать на 15 суток и на 10 суток посадить, чем решать эти проблемы. Но видите, справедливость есть, мы то, что говорили, она подтвердилась, ракета опять упала. Справедливость есть еще двойне, что ракета упала на территории России. Пусть Россия свои ракеты выпускает в Россию, пусть российские ракеты падают в Россию. Но ни в коем случае мы, как Казахстан, мы не должны делать того, чтобы вообще такое случалось. Ведь на самом деле на Алтае тоже живут очень много людей. Там, если не смотреть, живут и те же казахи этнические. Именно Алтай – это колыбель тюркской культуры, и она сейчас погибает под гептилом. На Алтае живут и представители других наций. Это, мы можем сказать, что идет экоцит. То есть протон с гептилом – это удар по всей экологии. Это не только по национальной, по независимости нашей и по нашей национальной культуре. Это идет удар против человечества. И поэтому мы сегодня пришли сюда, к Казах-Гарышу, с таким запросом, где мы уже, может быть, возможно, эмоционально, но мы ставим прямые, конкретные вопросы. До кель поры, если до каких пор вы будете испытывать терпение народа? До каких пор? Неужели, вот после падения этого протона, сколько мы предлагали принять определенных действий, ничего не было сделано, и свидетельством этому следующая авария протона. Поэтому мы еще раз объявляем вотом недоверие Толгату Мусабаеву и говорим о том, что пусть он уходит со своего поста. Если необходимо пересмотреть соглашение с Россией, нужно, чтобы пересмотреть соглашение, ну, нужно этот экоцит останавливать. Если это власть не будет делать, это будет делать гражданское общество. Мы пойдем на гражданское неповиновение, если необходимо для этого, для того, чтобы защитить здоровье своих детей, я лично возьму даже, если необходимо, оружие, если это необходимо будет. Но сегодня мы еще раз пришли с надеждой, что именно наша власть отреагирует должным образом на заявления активистов гражданского общества и хотя бы ответит на те вопросы, которые мы задаем. Мы вопросы задаем конкретные. Когда вы прекратите экологический геноцид? Когда вы прекратите врать, что протон – это польза для Казахстана? Вот такие мы конкретные вопросы ставим. Когда вы точно планируете уволиться, потому что с вами общаться уже бесполезно? Может, вас запугали россияне? И уже конкретно мы спрашиваем, вы патриот или вы агент ФСБ? Потому что мы, народ, источник любой власти, мы имеем право спрашивать у наших чиновников, кто они и как они наши права защищают. Это режимный объект. Извините, я понимаю, что это режимная лекция, но наше право, гражданское мое право. В данном случае, нет, извините меня, я вот здесь не только как гражданин, я так как же и представитель правозащитной организации, я сейчас буду вести мониторинг, насколько опаздывает тот или иной работник, как корыша. И поэтому будьте добры мне здесь предоставить место, чтобы я мог фиксировать, потому что по этому поводу я лично буду обращаться не просто то, что они игнорируют прием встречи, они банальным образом опаздывают на работу, банальным образом в тот момент, когда здесь происходит ЧП, они опаздывают на работу, это отношение я хотел бы, поэтому я буду именно здесь, где будет фиксироваться проход этого человека. Я бы хотел зафиксировать, насколько он опоздал, и поэтому будьте добры мне предоставить это место. Если вам нужны мои документы, я бы вам хотел показать, что я правозащитник, который действует под егидой ООН, и в соответствии с этим я имею право. То, что режимный объект, это не говорит о том, что вы должны ограничить в моих правах, поэтому предоставьте вещество. Мы не имеем ваше право, мы не имеем право, согласно инструкции вас запускать на данный момент, я не хотел бы применять в отношении вас определенные... Не буду я выходить, наоборот, я буду требовать, чтобы вы меня допустили дальше к этому зданию. Я не имею права. Почему вы не имеете права? Согласно инструкции. Какой согласно инструкции, какая инструкция может позволять, например... Извините, для служебного пользования, я не имею права, согласно закону. Ой, интересно, тогда ваше начальство вызывайте, пожалуйста. Пожалуйста. Именно ваше начальство, ваше начальство, чтобы... Если вы говорите, что мы нарушаем функциональное назначение режимного объекта, тогда прошу вас предоставить мне руководство. Вы не могли проход освободить? Почему? Вы не могли проход освободить? Люди здесь приходят на работу. Я на проходе стою, я здесь... Наоборот, это вы стоите на проходе и мешаете мне пройти. Пожалуйста. Извините, вы не имеете права. Как это вы мне будете воспрепятствовать проходу к этому? Я не буду воспрепятствовать. Ну тогда пропустите, пожалуйста. Я же не буду вас отталкивать. Тогда начальство вызовите. Пожалуйста. Пожалуйста, начальство вызовите. Именно ваше начальство вызовите. Часик. Если попадем, мы сейчас халат. Господин старший лейтенант, задерживайте... Я тоже на совещании. Я на совещании. Почему же вот это слово совещание работает? Почему вы меня дискриминацией занимаетесь? Я так тоже граждану. Я не имею права... Подождите, подождите. Где ваше начальство? Я сказал, начальство, пожалуйста. Нет, пожалуйста, начальство вызовите, пожалуйста, сюда. Начальство вызовите, пожалуйста. Вы сказали, что мы вызовем начальство. Подождите, подождите. Дешеныши? Я понял. Субтитры делал DimaTorzok В начальном пуске ракета стартовала нормально, удачно, но полет проходил нормально почти до 10 минуты, примерно 540 секунды, это где-то в верхних слоях атмосферы, высотой где-то 150 километров. И после этого плановое отделение третье не получилось, было отклонение, точнее не включено рулевой этой ракеты, и получился такой инцидент. И самое главное, что она произошла на очень большой высоте в верхних слоях атмосферы и за территорией Казахстана. Уже когда взлетает ракета, она примерно после четвертой минуты отходит уже от границы наверху, получается. И по расчетам специалистов должен был упасть примерно где-то за Алтайским краем, где-то в Тихом океане. Ну, как видите сейчас по последним сообщениям, говорят, упали в районы Китая, но и то мелкие, может быть, обломки. В основном вся ракета, она сгорела в верхних слоях атмосферы, и поэтому никакого вреда экологии Казахстана, ущерба нету, и официально и ответственно заявляет. А что изменится при взаимоотношениях с Роскосмосом? Казахстан будет ждать, пока ракета упадет на город, на населенный путь? Ну, извините, это не совсем корректный вопрос, в этом случае я скажу, потому что гаранты, что протон взлетает более-менее нормально у нас есть, потому что после каждого случая специалисты рассматривают этот вопрос, и после получения определенной гарантии у нас идет взаимосогласование. И в данном случае, как видите, там случилась нестатная ситуация в верхних слоях атмосферы. И мы будем продолжать работу согласно тем договоренностям, которые взяли на себя обязательства. Также российская сторона будет работать. А вот, Анатолий Магильевич, вообще чувствует вину, что вот он заявлял, что все будет нормально, а теперь... Да, да. Как его настроение будет? Ну, я бы не стал комментировать ваш вопрос. Будет удобный случай, я думаю, этот вопрос Казахстан ответит на все ваши интересы. Прошлая авария прошла уже 10 месяцев. Скажите, пожалуйста, какие меры конкретно предприняты Казахстаном, чтобы такой инцидент больше не повторялся? Это первый вопрос. И второй вопрос. Следует ли, в случае повторения такой же аварии на территории Казахстана готов ли Казахстан взять на себя всю ответственность? Ну, как я уже повторялся, у нас есть взаимные обязательства. Все проходят в рамках межгосударственного соглашения, во-первых. Во-вторых, экологической безопасности сейчас занимается МОСФР, Министерство охраны окружающей среды. И они взаимодействуют с нашими российскими коллегами. И вот российская сторона, думаю, дадут ответ этому ведомству. Потому что нам некорректно и действия Роскосмоса, и действия наших коллег из ведомства МОСФР это комментирует. Извините. Спасибо. 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 Спасибо.